Как только я увидел скриншоты и геймплей якобы слитой шестой части GTA, то отнёшься к этому необычно как минимум. Сначала казалось, что это действительно слив шестой части, а затем ты такой смотришь на всё это и не. Да это же моды на GTA 5. Но в этот же момент мне казалось, что слив реален. Я понимал, что это действительно игра, которую слили, но она слишком сырая и в шикальном качестве. Сегодня мы посмотрим на слив GTA 6 и много всего обсудим, но перед тем как начать, Если вам нужны дешёвые игры и подписки для PlayStation, то рекомендую сайт xdfizboxdfizstore.ru Вы можете спросить, а при чём здесь игры PlayStation к сайту, в котором есть название Xbox. А дело в том, что на этом сайте имеется раздел для PlayStation. Переходим в раздел PlayStation Plus и видим основные подписки. Вы можете приобрести здесь PS Plus Deluxe на 3 месяца, либо на 12. Купить PlayStation Plus Extra на 12 месяцев, либо Essential тоже на 12 месяцев. Цены низкие, и урвать годовую подписку за такой прайс это выгодно и полезно. В разделе покупка игр вы найдёте мега крутое предложение. Вы можете заказать себе совершенно любую игру от 800 рублей до 12 тысяч. Не нужно ждать отдельных предложений с играми, вы самостоятельно указываете сумму, платформу, на которую желаете купить. Это либо PS4 или же PlayStation 5 и название игры. Также имеется возможность получить скидку в 2% при заказе от 500 лир, либо 3% от заказа на 1000. Можно заранее связаться с администрацией и обсудить все моменты. Отзывы реально, это только подтверждает надёжность этого сайта. Игра быстро оказывается на вашем аккаунте, ребята работают оперативно. Вы также можете заказать в группе ВК предзаказ на году 4 Рагнарёк. Это та игра, которая поднимет продажи PS4 и PS5, поэтому поспеши и лучше заранее приобрести годноту, чем потом, когда все ваши друзья и знакомые пройдут легендарный проект, ловить спойлеры и не заказать свои сети во избежание их. Поэтому, если вам нужны игры и подписки для PlayStation в это нелёгкое время, то смотрите в описании и там найдёте все необходимые ссылки. Предлагаю начать издалека и сказать о том, что GTA 6 это самая ожидаемая игра, которая может только быть. А в GTA знает все это самый популярный тайтл, который может только существовать. И естественно, что любая информация по GTA вызывает море обсуждений. И вы можете даже просто слить главного героя, как сразу будет шум, обсуждение и проще. Так что то, что говорили раньше о шестой части, я не хотел озвучивать на своём канале вообще, потому что столько было фейка, что это прям ужас. Комментировать некоторые моменты не хотелось, но забавно, что ранние предположения в чём-то оказались правтивы. Я не буду показывать геймплей GTA 6, потому что Take-Two потрясающим образом банит подобные видосы. Но вы сами можете найти геймплей даже в ютубе, ибо полно видосов с геймплеем шестёрки. Я не понимаю, почему одних они банят, а на других им всё равно. Где справедливость, но зная свой рандом, меня забанят тут же. Так что рисковать не будем. И насладимся скриншотами. Что оказалось правдой? Скорее всего, у нас будет два главных героя, один из которых это девушка, женщина. Такого никогда не было в серии GTA, чтобы главный герой являлся женского рода. Всё время одни мужики, а здесь совершенно нет. Но вроде как если верить старым сливам, то вот этот чел это её брат. Так что мы будем играть за брата и сестру. Я не думаю, что на смену ГГ повлияли какие-то события в мире, из-за чего во многие проекты начали пихать то, чего пихать и не нужно, ибо зачем? Я хочу просто поиграть нормально, без вот этой всякой ерунды. Зачем мне играть за персонажа, которому эта роль не идёт? Но если вспоминать GTA, то там было много девушек, и если говорить за San Andreas, то Каталина шикарнейшим образом уработает любого мужика, у которого есть хотя бы одно яйцо. Так что с одной стороны немного напрягает, а с другой без разницы. Ибо окунуться в мир GTA делает другими глазами персонажа, ну как минимум интересно. Я слышал о том, что нельзя будет на трассе подбирать работниц древнейшей профессии, и теперь понятно почему, ибо ну, это же будет всеми известный сайт с оранжево-чёрным опромлением. Так что да, спокойствие вам. Это что касаемо главных героев. Но я почему-то не уверен, что их будет два, потому что кто это? Батя одного из СГГ, что это за дед, СиДжей, брат СиДжея? Хотя это же в iCity, значит, какой-то Кент Томми, Ланса, либо ещё кого-то. Действия игры будут реально проходить в iCity, и имеется вот такой скрин сравнений. Это всеми известный пляж, и на самом деле хорошо, что действия будут проходить в iCity. Ибо только две GTA вышло с этим местом действий. Это GTA Vice City и GTA Vice City Stories. Я больше не припомню частей GTA, в которых мог быть этот город, штат, неважно. Но место прикольное, ностальгическое, я множество раз перепроходил оригинальную вайсу. И хотелось бы взглянуть на неё вновь в новом обличье и с хорошей графикой. И тем, что Rockstar Games умеет делать со своими эксклюзивными фишками, благодаря чему ни один проект не сможет стать хотя бы похожим на GTA спустя пару лет. То есть стопроцентная инновация, и увидели ли мы их в сливе? Конечно нет. Я увидел только то, что чел может стрелять из заднего места. Звучит прекрасно. Но вроде такое было и в пятёрке, правда я давно в неё не играл и могу что-то путать. В GTA Online я играл очень давно, прям практически на её старте, я ничего не помню уже. Но если говорить за сингл, то там вроде как заложников брать нельзя было, когда ты обносишь магазин. А здесь можно. Мы это увидели и как бы, ну, спасибо. Ну и всё. Я ничего нового здесь не увидел, но это и не удивительно, потому что, что я здесь хотел увидеть? Слив полного геймплея GTA 6 со всеми возможностями, безусловно, нет. И я бы хотел взглянуть на кастом автомобиле, и что там по оружию, насколько его много, и что за сеттинг. Потому что непонятно, вроде это то же самое, что и GTA 5. То есть относительно современное время, машины староваты вроде как года 13-го. Ну то есть чисто время действий GTA 5. Хотя это же ранний билд, и так игра выглядела когда-то, сейчас точно нет. А когда дропнется, то всё будет совершенно иначе. Так что вот этот слив, это даже не слив, а просто старые наброски. Игра не будет такой, которой вы её увидели. Изменится там практически всё, кроме главных героев. Станет нормальный, чёткий графон, который будет актуален лет 90. И вот, то что мы видели, это GTA 6 на PS4. Я думаю, что на четвёрку GTA 6 не выйдет, она ещё слишком сырая, чтобы дроп произошёл в этом, либо в следующем году. Так что забейте и расслабьтесь. Хотя, это моё предположение, и оно может просто оказаться неверным. И в этом ничего страшного нет. Я думаю, что GTA выйдет через года 3 на PS5, Xbox Series и позже на ПК. Либо в один день с компом будет дроп, хотя тут, ну не знаю. Может и не в один день, потому что зачем? Все игры рок-звёзд выходили позже. Так что этот слив позволил понять только несколько вещей, про которые многие и так догадывались. Это то, что одним из главных героев будет девушка, то, что действия игры станут происходить в Vice City, и то, что главных героев будет несколько. А остальное узнать невозможно, я думаю, что много разных вещей поменяется сотни раз. Что касаемо слива. Кто бы мог слить такую важную информацию? Да сами Rockstar Games взяли и слили кусок геймплея, потому что, ну почему бы и нет. Нужно же как-то подогревать интересы ему тайтлу, и как показывает практика, сливы это отличный способ продвижения игры. Я уверен, что многие не поверили в то, что это реальный слив старой версии GTA 6. Но после того, как Take-Two начал активно блокировать видосы, где есть геймплей GTA 6, то все сразу же поняли, что это был реальный слив шестерки. Хотел бы я, чтобы GTA 6 вышла на PlayStation 4, но с одной стороны было бы прикольно взглянуть на шестерку на старом поколении, и зная Rockstar, если PS4 и Xbox One смогут каким-то чудом вывести новую игру 23-го года, то не обязательно ее туда дропнут, а потом порт на PS5, PlayStation 6, 7, 8, 9 и так далее. Все-таки Rockstar Games это отличная коммерческая компания, которая умеет зарабатывать деньги. И вроде бы ты портируешь GTA 5, которая вышла на PS3 спустя два игровых поколения на PlayStation 5, а продажи все равно отличные, и я ни в коем случае не хочу осудить как-то рок-звезд за это. Потому что у всех всегда есть выбор, вы можете либо купить их игру и вновь перебрать и сюжетку в GTA 5, или же ничего не делать и просто заждать новую игру, а ныть, ну, можете поныть, если станет легче, то хорошо. Вообще, GTA 5, я думаю, с поколения PS4 покупали в основном из-за онлайна, а он там развивается и постоянно что-то происходит, так что купить можно, как по мне, если вы играете 8 лет в GTA Online и он вам не надоел. Хотя, CSGO уже 10 лет и актива там хватает, так что ничему не удивляюсь. Если играете, то хорошо. Ну а что здесь можно еще говорить? Строить часовые теории и прочую ерунду оставьте, пожалуйста, для тех, кто и делает различные вбросы. Таким я заниматься не хочу. Сказал коротко и по делу, что и как есть. Можно разбирать каждый скриншот и каждую деталь, но это самая настоящая бессмыслица. Потому что то, что вы увидели в плане технической части, такого не будет, если игра не выйдет прямо вот через месяц. Если реально дроп в 2022 году, то да. Но этого не будет, это бред и чушь. Графику оценивать сложно, потому что геймплей представляет собой хозяйственное мыло, где не видно ничего и понять, а графон здесь норм или нет, ну, как минимум я не смог. Реально непонятно, да и не нужно на самом деле. Просто ждите и, как я уже говорил, вам дали понять, чего ждать от этой части. А остальное, камон, Rockstar Games сделает все на высшем уровне. И знаете, многие опять же ноют о цензуре в играх. Цензура сейчас везде, если вы вдруг каким-то чудом были подписаны на мой канал в начале пути, то там видосы были совершенно другие. Я не пытался даже и близко сгладить хоть какой-то угол, а что сейчас? Все изменилось, потому что если ты будешь идти против системы, то у тебя начнутся огромные проблемы. А вот выпустят Rockstar Games проект, который все ждут с морем ненормативные лексики и оскорблениями. Это заденет кого-то и приведет к запрету игры во многих странах, суды, разбирательства и прочее. А кому это нужно? Вы скажете, что это игра, но мир изменился. Сейчас смотрят за всем и не важно, что это игра или это музыка. Контроль будет везде, так что те игры, которые выходили в нулевых, они и останутся эталоном для многих, потому что тогда все было иначе. И в GTA 6 вы не увидите много всего того, за что эту серию и любят. Но я не вижу в этом проблемы на самом деле, потому что атмосфера все равно будет передана. Да и не так жестко, даже тот же ремейк потерпел изменения. Но они сделали игру хуже? Я думаю, что нет. Так что просто расслабьтесь и ждите GTA 6. Осталось не так уж и много, если имеется хоть какая-то инфа, то это уже хорошо, потому что оно выйдет и оно разорвет игровую индустрию. Ну а вы не забывайте подписываться на канал и всевозможные соцсети, включая Telegram, потому что может я туда дропну геймплей GTA 6 и отвечу на ваши комменты. До новых видео и встреч! Субтитры сделал DimaTorzok